Добрый вечер! Вы смотрите воскресную информационную программу «Неделя» в студии Георгий Плеев. Все главные события республики за эту неделю в материалах корреспондентов ГТРК ИР. Начинаем с печальной новости. Три человека погибли в результате дорожно-транспортного происшествия в Схенвальском районе. На автотрассе Схенвал-Дмини слегковой автомобиль съехал с дороги и перевернулся. Два пассажира и шофер погибли на месте. По информации пресс-службы республиканского МВД, водитель автомобиля, двигаясь в сторону города, не справился с управлением и допустил съезд с проезжей части дороги. В результате чего произошла трагедия. Другим новостям. Подводя итоги года на брифинге, председатель комитета связи и массовых коммуникаций Хасан Гигулаев рассказал журналистам о дальнейшем вещании государственного радио, налаживании телевизионного сигнала, кадровом дефиците в сфере связи и массовых коммуникаций и о том, как решаются проблемные вопросы. В ходе пресс-конференции председатель связи и массовых коммуникаций Хасан Гигулаев рассказал журналистам о проделанной за год работе, о том, что из намеченного удалось реализовать. Он отметил, что в рамках реализации инвестиционной программы в республике переходят на цифровое вещание. Подходит к концу строительство восьми базовых станций. Четыре антенномасштабные сооружения. Это новое строительство. Четыре на существующих объектах Востелекома. Делали новые антенномасштабные сооружения. На горе Паук, недалеко от населенного пункта Крис, сделали 70-метровое антенномасштабное сооружение. Вместе с подсветкой, если вы заметили, у нас подсветка работает. Уже цифровое тоже начало работать. 70-метровое антенномасштабное сооружение, которое полностью охватывает город и населенные пункты Схимбарского района. Где-то около 95% охватывает. Журналисты интересовались судьбой государственного радио. Полгода радио не выходит в эфир. Как объясняют специалисты, проблема связана с вышедшим из строя оборудованием, которое никак не удается исправить. Теперь на волне 102,3 FM вещает одно из грузинских радио. И соседние государства стараются полностью заглушить сигнал юго-осетинского радио. 102,3 FM часто переходят в грузины на эту волну и друг друга мешают. Но мы думаем, мы перешли на другую частоту. Мы перешли сейчас на другую частоту. Если дальше будут вот так мешать, мы, наверное, тоже предусмотрим. 102,3 FM, значит, это выделено по Женевской конвенции грузинам. Действительно, эта частота выделена грузинам. И поэтому и жаловаться нам некуда. И просто так пойти и сказать, поговорить тоже нельзя. Но мы поэтому решили и перешли на другую частоту. Не менее важный вопрос, который беспокоит жителей многих сел – отсутствие теперь уже телевизионного сигнала. Практически ежедневно на государственное телевидение поступают жалобы от жителей как столицы, так и районов. О том, что местный канал не показывает. К тому зачастую передачи выходят в эфир без нормального звукового сопровождения. Мы вот только завершили строительство сети цифрового телевидения. И у нас происходили ремонтные работы. И поэтому отключали. То один населенный пункт отключали, то второй населенный. Потому что были восстановительные работы. И поэтому с сегодняшнего дня, вот с 20 числа, наверное, полностью уже закроем. И по всей республике будет. Сегодня местное телевидение уже показывает. У одного показывает, у второго не показывает. То сигнал-то идет хорошо. Бывают такие случаи. Когда бывает перезапуск оборудования, тогда надо телевизор заново настроить. Что касается проблемных вопросов, в комитете не хватает квалифицированных специалистов, которые в полной мере владеют навыками работы с новым цифровым оборудованием, сказал Гигулаев. Прозвучал вопрос о стационарных телефонах. Есть ли возможность возобновить стационарную связь? По словам Гигулаева, необходимы финансовые средства, чтобы провести линии связи из Северной Осетии. На сегодняшний день из 8 тысяч абонентов работает всего 1200. Министр строительства Эдуард Загойев на этой неделе тоже дал пресс-конференцию, где рассказал о завершении строительства водовода Ванат-Цхенвал. Скоро социально значимый объект будет сдан в эксплуатацию, и питьевая вода в Цхенвал будет поступать уже бесперебойно. Еще один подарок для жителей Цхенвала на Новый год. Основные работы по строительству водовода Ванат-Цхенвал завершены. Как и здесь рассказали, все уже готово к запуску водовода. Строители ожидают сдачи объекта в эксплуатацию, и можно еще привести механизм в действие. Мощность водозабора составляет 15 тысяч кубометров. Два резервуара чистой воды емкостью 3,5 тысяч кубов практически готовы к запуску. Трасса водовода со всеми камерами переключения, площадка резервуаров, которая будет присыпающей водоустройством этой площадки, то есть со всеми переподключениями это все выполнено. Мы планируем до 12-13 декабря уже практически воохранить этот объект. Подключение к городу осуществлено. Оно давно осуществлено. Оно от этих резервуаров проходит через... Оно спускается, проходит по парку. Со стороны суда проходят по парку. Затем поднимается на новый мост, который по улице Московская. По мосту на выносных консолях. Томы проходят, переходят в сторону ГАИ. Там они уходят под землю. Потом под землю они до перекрестка улицы Остинской доходят. Так подключение уже не завершено. В скором времени вода в столицу республики будет поступать без перебоев. Все эти месяцы ни на один день не прекращалось строительство водовода. Магистральную резервную линию Ван Ацхенвал сдадут в эксплуатацию в самое ближайшее время. На сегодняшний день ведутся работы по благоустройству прилегающей территории. По проекту здесь также предусмотрено хозяйственное помещение. Они на такой же высоте, как те резервуары, которые дымовые рыщи. Таким образом это спроектировано, чтобы рабочее давление, которое будет создавать вода, исходя из новых резервуаров, оно примерно было такое же, как рабочее давление, которое создаётся при поступлении воды с так называемых старых резервуаров. Они не стали, они новые. И таким образом система переподключения сделана, что её можно регулировать. То есть можно отсекать определённые районы. То есть, допустим, подавать в сторону Московской улицы, в ближайшую улицу воду с этой стороны, а ту часть города, восточную, западную часть города, подавать оттуда. Для того, чтобы система работала полноценно, в будущем году планируется выполнение ещё одного мероприятия, которое называется реконструкция водозаборного сооружения «Ваннацхинвал». «Водовод, он сам построен, по нему будет идти вода. А в течение следующего года, может быть, полгода, будут проводиться мероприятия по реконструкции существующего водозаборного сооружения. Эти мероприятия будут предполагать вскрытие тех тренажных труб, которые там на сегодняшний день есть, которые частично где-то разбиты, это асбестовые трубы большие, это где-то незавидные. Это мероприятие будет предполагать ремонт и очистку колодцев, которые там есть, потому что они трубки находятся на большой глубине. 5, 6, 7, 8 метров». Строительство социально значимого объекта осуществляется в рамках инвестиционной программы. Строительством объекта занимается организация «СТМЮК». Такого рывка, пусть даже пока только планируемого, в разрешении жилищной проблемы не ожидал никто. В рамках новой инвестиционной программы в течение следующих трех лет предусмотрено строительство 10 многоэтажных домов. Уже идет работа над созданием и разработкой проектно-сметной документации. В подробностях тему изложит Роза Тедеева. Строительство жиля остается приоритетным направлением в нашей республике и тому свидетельство намерения построить 10 многоквартирных домов в рамках новой инвестпрограммы на последующие три года. Сотни граждан ожидают получения жилплощади согласно льготным категориям, составленным при администрации столицы. В ближайшее время начнется распределение жиля на улице Братьев Губаевых. На завершающей стадии строительство 18-ти квартирных домов в районных центрах ЗАУ и ЗНАУР. Конечно, эта жилплощадь не решит острую проблему, которая стоит уже на протяжении многих лет. Но благодаря реализации новой трехлетней инвестпрограммы удастся обеспечить несколько сот семей жилем. Это 6 75-ти квартирных домов, таких, как на улице Братьев Губаевых, те дома, которые построены. По районам это будет еще два дома 18-ти квартирных в Джаве и два 18-ти квартирных дома в поселке ЗНАУР. Проекты многоквартирных домов, которые будут построены с 2020 по 2022 годы, будут схожи с новыми, уже построенными домами в микрорайоне ЦАРС. Предполагается также обустроить придомовые территории с детскими игровыми зонами и беседками для отдыха. На сегодняшний день уже определены и места строительства новых домов в черте города. Это будет застройка по улице Герой 118. Это вот этот дом пострадавшего виновостовских событий. Это будет дом по... Там же третий корпус, там же деталконку стоит, на Проперкубаре, сахарном общежье, Камьян, Алиберонты. Это будет улица Исака. Это вот здесь старый дом, где аптека. Второй школе этого дома. И еще дома по... Такие будут построены по улице Остиска, в конце, там где текстильный... Старый текстильный кабинал, вот этот был. Как заверил министр строительства республики, на своей итоговой пресс-конференции, уже на сегодняшний день поставлена задача по разработке необходимой проектно-сметной документации. Строительство жилья будет под особым контролем со стороны министерства для соблюдения подрядными организациями установленных сроков, норм и требований. Наш соотечественник из города Квайса открыл рыбное хозяйство на свои средства. Позже, благодаря финансовой помощи, руководству республики, деятельность удалось расширить в разы. О планах и достижениях предпринимателя в следующем репортаже. Тимур Теблоев всю свою жизнь провел в Квайса. Его всегда удивляли красоты родного края, но больше всего его внимание с самого детства привлекал горный источник, который протекал прямо перед его домом. В 2017 году Тимур решил сделать здесь бассейны для разведения форели. Тогда он не предполагал, что его затея перерастет в большое дело. Сначала он закупил 5000 мальков и запустил их в один бассейн. Но вскоре возникла необходимость сделать еще несколько бассейнов. Сейчас их у Тимура 8. Все они заполнены рыбой. Полезные свойства этой воды всем хорошо известны. Раньше здесь все было в зарослях. Я привел технику рабочих, мы все здесь расчистили. Все было сделано своими силами. Летом к нам приехал глава государства. Ему очень понравилось мое рыбное хозяйство. Чтобы дело и дальше развивалось, он оказал финансовую помощь. За что я ему очень благодарен. Мне это важно. Тимур Теблоев разводит и антарную форель. Его вкусовые качества отличаются от всех других видов рыб. Этот вид очень жирный и богат аминокислотами и витаминами. Филе антарное невероятно вкусное и питательное, но больше всего ценится за содержание жирных кислот омега-6 и омега-3. Именно на этот вид рыбы спрос самый большой. Что отличает эту реку от других? Во-первых, она очень чистая. Во-вторых, в любой непогоду здесь сохраняется температурный режим. Вода никогда не становится слишком холодной, ведь она родниковая. И поэтому идеальна для разведения форели. Тимур разводит форель в естественной среде обитания. Помимо искусственных кормов, они питаются природными минералами. И поэтому рыба намного вкуснее. Всё своё рыбное хозяйство Тимур построил на свои средства. У меня уже есть свои покупатели. Приезжают даже из Северной Осетии, Ростова. Вкус моей рыбы невозможно спутать ни с чем. В планах у меня разведение мальков, чтобы их не приходилось покупать и привозить. Это стало возможным благодаря финансовой помощи президента. В планах Тимура разведение большего количества рыбы. Благо, условия позволяют сделать рыбное хозяйство ещё просторнее. Сам Тимур Теблоев, несмотря на свой молодой возраст, любит работать и всем своим хозяйством заправляется. А впереди у таких людей, как правило, большие перспективы. Вот так из скромных старшеклассников и вырастают настоящие защитники Отечества. В нашем репортаже речь о кадетах, обнаруживших во время субботника ручную гранату и грамотно среагировавших на инцидент. На этой неделе за проявленное мужество школьники были награждены грамотами МЧС. Султан Джабьев и Александр Поростаев награждены грамотами Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики. Поощрений ведомства ученики 8 класса кадетской школы Министерства обороны удостоены за проявленное мужество и умелые действия при обнаружении ручной гранаты F1. Ранее, 28 ноября, группа кадетов проводила расчистку, прилегающей к источнику воды территории в селе Хейтс Химвальского района. Обнаружив гранату, ребята вместе с преподавателем незамедлительно позвонили в МЧС Республики. Молодцы, конечно, что обратились в МЧС сразу, а главное, чтобы вы сами ее не трогали. Это самое важное бывает в этой ситуации. Обычно наши сотрудники ходят по школам и рассказывают правила поведения при обнаружении вздувопастных предметов. Генналисты, я могу обозвать, что грамотный контекст это самое главное в этой ситуации, потому что то, что произошло, могло привести большое несчастье и для республики, а еще больше в ваших домах. Махушава, из-за того, что в других обстоятельствах были стоят. Прибыв на место, саперы обследовали находку. Как оказалось, граната находилась на боевом взводе. Спасатели приняли решение уничтожить взрывоопасный предмет на месте обнаружения. Как рассказали сами старшеклассники, они не испугались опасной находки и действовали, как их учили в школе. Помимо награждения старшеклассников, руководство МЧС выразило благодарность преподавательскому составу Кадетской школы Министерства обороны за добросовестное отношение к воспитанию подрастающего поколения. От имени дирекции благодарю за бдительность. Вот наш боевой товарищ, он конкретно сейчас сказал, и сколько мог бы я фотоханковарда, сразу сообщать в Министерство по чрезвычайным ситуациям. Интрига сохраняется до последнего. Совсем скоро мы узнаем лауреата в уникальной премии «Человек года». Самые-самые представители молодежи из разных сфер деятельности станут обладателями эксклюзивных статуэток Амрана и примером для подражания. О том, как Комитет по молодежной политике, спорту и туризму готовится к торжественной церемонии награждения, репортаж Стеллы Бязровой. В преддверии Нового года, 19 декабря, в киноконцертном зале «Черме» пройдет церемония награждения победителей «Человек года». На торжественной церемонии статуэтку Амрана получат наиболее отличившиеся в разных сферах деятельности представители молодежи Южной Осетии. С начала года, с января, мы фиксировали все достижения, активность молодых людей в той или иной сфере. Мы ввели, так скажем, базу данных. И вот по итогам года, соответственно, у нас возникли таким образом те или иные номинации. В Южной Осетии «Человек года» проводится уже второй год. Основной целью мероприятия является повышение престижа общественно значимых профессий, а также выявление и поощрение молодых людей, внесших вклад в развитие соответствующих сфер деятельности в нашей республике. Мероприятие «Молодой человек года» мы проводим уже второй год. Идея возникла провести такое мероприятие в прошлом году. Мы решили наградить, выявить наиболее активных представителей молодежи в различных сферах деятельности. И вообще, самой главной целью этого мероприятия является повышение престижа общественно значимых профессий. В этом году лучших представителей молодежи, внесших вклад в развитие республики, выберут в 18 номинациях, в числе которых лучший спортсмен, лучший тренер, лучший врач и так далее. Я пока не могу раскрыть, какая ситуация будет в этом году. И не могу пока сказать, какие номинации будут. Но некоторые будут схожими, аналогичными прошлогодним, а некоторые у нас есть совершенно новые. Возраст номинантов вообще считается до 35 лет. Но в этом году мы решили не ограничиваться в возрасте, потому что есть такие кандидаты, то есть такие номинанты, которые являются единственными, достойными этой номинации. И поэтому мы решили, такой возраст 35 жестко не ограничим. Еще помимо номинации благодарности. В этом году очень много кандидатов было, и поэтому мы не могли, ну, мы не можем дать там две статуэтки, два спортсмена. Вот он все равно будет один. Но остальных мы тоже поощрять будем. И, в общем, жду активности от молодых людей. По словам Валентины Гатикоевой, мероприятие будет ярким и запоминающимся. Зрителей также ждет сюрприз. Сюрпризы будут однозначно. Тоже не могу их раскрыть. Будут у нас ведущие, очень крутые, замечательные ведущие. Они не местные, шоумены. Будут еще другие сюрпризы. Мы очень творчески всегда подходим к проведению наших мероприятий. То есть, они у нас нацелены на такой же хороший эффект. Главным призом номинации будут оригинальные эксклюзивные статуэтки с изображением Амрана, главного героя сказаний о Дориджанах. Организаторами мероприятия являются Комедит по молодежной политике, спорту и туризму Южной Осетии при поддержке представительства Руссотрудничества в Республике Южной Осетии. Стала Бязарова, Оксана Таттаева. Информационный выпуск сегодня. На этом наша программа подошла к концу. Всего вам самого доброго и до свидания.